Вейн 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 И да, вот и все Мы будем играть не только за ворона Хотя, впрочем, я вижу уже, как Эта героиня может оказаться Кем-то похожим на ворона Но пока она что-то несет, что-то крайне важное И мы постараемся сделать так, чтобы она это донесла Черт, это будет нелегко, потому что Ну, вы видите, все Все разрушается прямо у нас на глазах Так, нам нужно найти способ пройти дальше Иначе все это плохо закончится Молнии как будто метят прямо в нас Но пока что промахиваются Попробуем забежать сюда наверх О, нет Нас просто унесло ветром Ну, такое, знаете, сумбурное начало Сразу как-то и не... К такому и не можешь привыкнуть Сразу в огонь бросают И ты немножко теряешься, честно говоря Кто мы, что происходит И что мы делаем Что мы должны сделать Это все остается каким-то неясным Может быть, нужно просто бежать быстрее Давайте сейчас не останавливаться Мы играем то ли за мальчика, то ли за девочку Вроде по голосу девочка, но я не могу ошибаться Возможно, нам нужно вон туда будет добежать Там есть какое-то укрытие Там может быть этот проход Здесь явно путь для нас закрыт Давайте бежать в эту сторону Звук зашкаливает Возможно, это тоже какой-то баг Но все очень грозно выглядит Так Это все в любой момент может обвалиться Так что не будем чувствовать себя здесь в укрытии Безопасно Что ж забурится-то такая Она у вас часто бывает? Или это действительно какой-то апокалипсис И в наших руках, возможно, не знаю Судьба мира какая-нибудь Учитывая настойчивость, с которой мы движемся вперед Важность того предмета, который у нас в руках Явно высока Так, возможно, нужно подняться выше Я надеюсь, что я правильно двигаюсь Хотя я не вижу, куда я двигаюсь В этом проблема Черт, давайте попробуем в другую сторону Мне кажется, я не туда побежал Вау, это было близко Там что-то вроде цитадели похожие, да? Похоже, по крайней мере, на цитадель И, кстати, мост ведет как раз туда Может быть, мы сможем добежать до нее? С другой стороны, куда больше вероятность Что этот мост просто сломается Пока мы туда добежим Черт Прямо перед нами Там есть свет, кстати В этой башне Точнее, мельнице Есть ли вообще кто-нибудь еще живой, кроме нас здесь? Так ощущение, что мы одни в этой пустыне Хотя еще вроде как бы Не наступил этот апокалипсис местный Я пытаюсь рассмотреть, что же мы несем Какой-то артефакт, что это? Что за предмет? Ладно Сейчас не время для этого Так Почему-то внезапно перешла на шаг Вау, это что еще за Мор тут у нас? То есть нас здесь не ждут? Что происходит? Охренеть, надо сказать, что Визуальный дизайн Игры впечатляющий Ну, по крайней мере, оригинальный Но это явно был приспешник тьмы Которая тут и устраивает вот этот Беспредел Где мы вообще? Нас унесло? Мы живы? Совсем покончено? Мы не смогли? Мы не справились? Похоже на то Очевидно, теперь Когда мы пробудемся Все будет выглядеть Совсем иначе Вейн Музыка должна сейчас успокоиться Я так полагаю, да Ага Я почему-то подумал, что вот этот Парниша Или девочка все-таки Ну, скорее всего, мне кажется, мальчик Будет превращаться в ворона Как вдруг я его увидел Очевидно, что они братья Ну Не в буквальном смысле Но родственные души Ну, как вижу Сейчас ворон Это, скорее всего, другой персонаж И, возможно, ему предстоит Встретиться С мальчиком Очевидно Его дела куда более безмятежны Он спокойно себе сидит на Ветках И просто, видимо, готов полетать Чем мы сейчас и займемся Вау Ну, собственно, ради этого И стоило начинать войну Свободное парение За ворона Слушайте Я еще даже Не опробовал все функции Нашей птицы Все способности ее Но, должен сказать, что Очень приятно сделано Чувство полета Не ощущается Какого-то сильного сопротивления То есть Это не то, чтобы симулятор Полета за ворона Не думайте Это аркада Если уж так Говорить Определять Жанр Но все равно Во многом, наверное, за счет звука И Вот этого Широкого формата картинки Такого странного На самом деле Сначала я не понял Для чего нужен Ощущение Классное Появляется Да И мы можем Махать крыльями Так Ну давайте в коне Напустимся У нас нет цели У нас нет цели И это, по-моему, логично Учитывая, что мы играем за ворона Давайте сейчас попробуем Просто забыть Что происходило Минутами ранее И Впитать Впитать в себя Вот этот полет Очевидно, рано или поздно Мы Найдем кое-что Встретим И этого мальчика И узнаем, что там происходило Но сейчас мы просто Действительно безмятежная птица Если мы замахиваем крыльями То он, по-моему, ускоряется Немножко И можно замедляться Также Можем практически остановиться На одном месте И тень Вот этот вид Он, конечно же Он просто искушает Игрока Вот эта тень Далекая Во время нашего полета Которую мы можем увидеть В пустыне Это, конечно, красиво Это может завораживать Но такие виды Они Бесценны По-своему Даже удивительно Что настройки звука Настройки звука Отсутствуют в игре Поэтому Здесь, например, нельзя Увеличить громкость Эмбиента Ну, то есть Окружающего звука Поставить ее повыше Потому что я От музыки Музыка была очень громкой А здесь сейчас Этот Звук Мира Он достаточно тихий Слишком даже тихий То есть музыка и должна быть громче Но там она была слишком громкой Возможно Да, это, конечно, игра Не какого-то Выдающегося Прямо-таки Идеального дизайна Кстати, когда мы опускаемся У нас тоже скорость Да Немножко Поднимается Поэтому пикировать нужно аккуратно Ох Мы красивая птица То есть ворон Обычно Не считается красивой Прям птицей Но здесь У нас Море Элегантности Черт, ну вот это Просто классно Я не хочу лететь Куда-то конкретно сейчас Потому что Эта пустыня Выглядит Ну, просто Потрясающе При этом, да Графика здесь Очень простая Это было видно В первой сцене Где мы по земле ходили Но во время полета Такие виды Способны завораживать Именно В отдалении Когда не видны Огрехи текстур Что ли При этом, да Картинка еще даже Достаточно реалистичная Хотя используется Определенная Стилизация, да Такую графику Мы много где видели Подобного цвета Так, ну Тут каньон Заканчивается И открывается Какая-то другая часть Пустыни Очевидно Нам туда И нужно двигаться Кстати, что я вижу Перед собой Это ли не та мельница Которую мы обижали Но тогда здесь Должна была бы быть Где-нибудь цитадель А ее не видно Так что это Другая явно часть Этого мира Ооо, там озеро Небольшое Я думаю Стоит чуть-чуть Опуститься ниже Сейчас Внимательнее Все здесь осмотреть Прям замедлиться Замедлиться Нужно Это другое дерево Да Мы можем На него тоже сесть Попробовать Я бы хотел На самом деле Все-таки Выправлять Достаточно сложно Сложно птице Это не какой-то Идеальный там Механический аппарат Это вот сделано Достойно Не, мы не садимся Ну и правильно Но это озеро Явно, да Было Встречено человеком Там есть какой-то маяк И вот Он Его блеск Явно зовет нас Ответим на этот сигнал Тут другие птицы Другие вороны Что это Мы не первые Кто сюда прилетели Да Это маяк Это место Для молитвы Может быть Мы можем вообще Сесть на землю Я попробую сейчас Ну-ка Да, мы можем сесть Оглядеться Ну, слушайте Просто даже здесь Не нужен никакой сюжет Вот эта Первая сцена Она немножко Меня сбила с толку Мне кажется Все-таки было бы Правильно Если бы мы начали Изначально играть за ворона А может быть Вот эти сцены Какие-то другие За мальчика Вы увидели бы Например, позже Ну, когда его встретили бы Например И вообще Я не знаю Насколько здесь Эта концепция Присутствует Мне кажется Было бы идеально Если бы Мы бы действительно Вообще ничего не знали Про этот мир И постепенно Будучи вороном Исследовали бы его Или не исследовали То есть Здесь не должно было быть Какой-то цели конкретно Мы могли бы летать по нему Он достаточно красив Я должен сказать Что это действительно так Чтобы мы Путешествовали по нему Спокойно Вообще Без какой-либо цели Слушайте Давайте Да, вот мы посмотрели Это первый полет Мне кажется Это игра Которую нужно Как раз таки Глубоко погружаться Именно Чтобы прочувствовать Ее атмосферу Да Поэтому Для первого взгляда Вот этого вот Коротенького Вступления Нам хватит Мы посмотрели Первую сюжетную Что ли Не знаю Как сказать Сцену И немножко Испытали на себе Возможности полета Возможности Путешествия В этом мире Да Этого я думаю Хватит И конечно Я намерен Дать Вейн Серьезный Такой шанс Чтобы Углубиться В нее Именно У меня Такое желание Возникло Игра Выглядит Классно И ощущается Классно Все остальные Претензии Пока что Меня Никак не коснулись И если игра Сохранит Вот этот Свой минималистичный Стиль То и Жаловаться На что-то Что там Может быть Чего-то Не хватает Точно Не захочется В следующий раз Мы сыграем Какую другую новинку На этом сегодня все Всем спасибо За просмотр И пока что Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok